Книга «Открытым оком». Том 1. Тема «Различные вопросы». Вопрос 592. «Вы говорите, что существует демон туризма, а противоположный этому демон домоседства существует или нет?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Я знаю, как многие путешествуют, ища святости по монастырям, по святым местам и даже ездят в Иерусалим. Считаю, что это занятие ненужное и вредное, потому что там, куда они едут, проповеди нет. Слово Божие отсутствует, и остаются одни сухарики Серафимовы и котелок на голову. Хвалятся корой от дуба мамврийского, пытаются вычерпать иордан бутыльками, везут камушки с Голгофы и Синая. И особый шик – ущипнуть кусочек мощей. Ничем не прикрытый языческий фетишизм. Иоанна 6,63. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь». А люди в основном все это ищут для плоти. «Жить, грешить и не болеть». Действительно, я сказал такие слова «демон туризма» и взял их из жития Макария Александрийского, память 19 января. Когда к нему пришел помысл снова отправиться путешествовать, он разгадал замыслы демона, лег на пол, протянул ноги через порог и сказал, «Если тебе так надо, тащи, а сам я не пойду». На одном месте и камень мхом обрастает. У православных есть в житиях святые затворники, а путешественников святых – ни одного. В Первоапостольской церкви была масса бродячих проповедников, высоко почитаемых. Прошлые годы мы с моим родным братом Иоакимом работали в мостопоезде 140. И у нас были каждый год бесплатные билеты в любой конец союза. Мы сумели не раз уговорить выдающую билеты, чтобы она давала нам ломанный маршрут – Барнаул, Алма-Ата, Фрунзе, Баку, Тбилиси, Одесса, Киев, Рига, Таллин, Ленинград, Москва, Барнаул. И в каждом городе в больших собраниях баптистов, православных, адвентистов мы проповедовали. В один день в Тбилиси в баптистском собрании мне пришлось проповедовать более восьми часов, и всюду это старались записать на магнитофонные пленки для друзей. Часть их чудом сохранилась, а остальные похищены КГБ, уничтожены в прокуратуре края. Это я назвал «желание путешествовать не для проповеди, особым ведомством, которым руководит демон туризма». Когда Тихона Задонского, одна помещица, его ревностная почитательница, просила благословить ее на путешествие по святым местам, он ей ответил «Сиди дома, ты уже ездила, растеряешь то, что осталось». Не место освещает человека, но человек – место. Белинский писал Гоголю, что если человек не может найти Христа среди бедных и обездоленных там, где он находится, ему незачем идти пешком в Иерусалим, он и там его не найдет. Господь предупреждает нас. Исайи 37. Ибо помощи Египта будет тщетно и напрасно, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Конец цитаты. У меня с 1992 года бесплатный проезд в любой конец страны, льгота репрессированным, но я еще ни разу не воспользовался этим. Зачем? Я всю жизнь прожил в самом низу пирамиды Табеля-Орангах, чернорабочим ассенизатором, и люди ко мне постоянно приезжают, желая встретиться даже из других стран на навозную кучу в Потеряевку. Считаю, что ввиду краткости жизни, дороговизны билетов, опасности на дорогах, стеснения тех, у кого останавливаешься, и нулевого результата для души, нужно быть совсем уж неразумным, чтобы тратить золото домашнего уюта на скорлупу сомнительной святости, в кавычках, святых мест. Спроси тех, кто побывал и не раз на Афоне, кто оттуда привез и сумки тамошних монахов, и их лапти, что там за люди и чем они занимаются, сколько их там, буйно помешанных, бесноватых от ненависти к инакомыслящим, на какие толки разбиты, чем кичаться, и есть ли там хоть чуточку что-то по Евангелию, самость и выдумки человеческие. Некоторые из русских даже дошли до того, что, ища святости, пренебрегли всеми русскими, пошли под юрисдикцию к грекам, этим извечным торгашам и табакурам, чем греки только не торговали, вплоть до ослиного навоза от осла, на котором якобы ехал Христос, и до тьмы египетской в коробочках запечатанных. А открывать их нельзя, потому что как только посмотришь, то свет попадет в эти хранилища тьмы, и она уже убежит вместе с твоим разумом и деньгами твоими.